Политические страсти кипят в Киеве. Эпицентр событий Верховная Рада, где премьер Яценюк отчитывался перед депутатами о проделанной работе. Целый год у правительства был так называемый иммунитет от отставок, но срок его действия истекает. Глава украинского Кабмина встретил массовый митинг снаружи и не самый доброжелательный прием внутри. В какой-то момент даже началась драка. Из Киева репортаж Ольги Князевой. Мы сейчас находимся в центре столицы Украины, прямо у здания парламента. С самого утра здесь собрались несколько сотен людей. Буквально час назад потушили пожар. Активисты демонстративно сожгли проект бюджета 2016-й, который, напомню, так и не принят. Все, кто сейчас находится на площади перед Радой, говорят о том, что за год жить стало сложнее. Малый бизнес, бюджетники, пенсионеры фактически выживают. Вспомнил даже Яценюка, как он обещал, что будем жить, будем прекрасно, все поменяется. Что поменялось, хуже стало. У нас одорачили. Сказал Яценюк, что дал нам субсидию. Субсидии по сегодняшний день, как ветеран труда, получающий пенсию 1170, субсидии нет. В это время здание Верховной Рады выступал действующий премьер. Это не просто отчет, а годовой отчет Кабмина. Когда истекает годовой иммунитет, который дали премьеру. Известно, что не только те, кто сейчас на площади хотят отставки Арсения Яценюка, но и многие парламентарии. Сегодня у нас весь парламент заложник той ситуации, когда ваша фракция не проголосует за вашу отставку. Скажите, пожалуйста, видите ли вы такую возможность, чтобы вы добровольно ушли, понимая, что все стали заложниками ваших амбиций? Возможно, есть конфигурация, в которой другой человек из Народного фронта сможет возглавить правительство, к которому будет больше доверия. Я пришел сюда не для собственного политического рейтинга, а для того, чтобы провести реформы. И рейтинг был у нашей страны. У вас есть конституционные полномочия поставить вопрос об отставке Кабинета министров Украины. Ставьте и голосуйте, я приму решение украинского парламента. Я за это кресло не держусь. Сегодня депутаты напомнили премьеру, что все заслуги Кабмина за год только в том, что удалось списать часть долга и набрать еще кредитов. Он, в свою очередь, ответил, что в этом виноваты и депутаты от блока Петра Порошенко, которые входят в коалицию. В ответ парламентарии попытались отстранить Яценюка от трибуны. Сразу после драки премьеру задавали вопросы. Такие, например, почему его годовая счет больше напоминает очередную порцию обещаний на 2016 год и как он связан с коррупцией? Кто на Украине борется с коррупцией? Кто имеет право посадить в тюрьму? В тюрьму сажает генеральный прокурор Украины. Кем назначается генеральный прокурор Украины? Он назначается Верховной Радой Украины, а подает его кандидатуру президент Украины. Заканчивал свое выступление, премьер уже не на трибуне. Депутаты заняли ее и не дали Яценюку вновь на нее вернуться. Уважаемые народные депутаты Украины, я благодарю за теплые приемы, за вашу работу над бюджетом и налоговым кодексом. До свидания. Несмотря на очевидные разногласия между парламентом и правительством, вопрос об отставке действующего премьера Арсения Яценюка на сегодня был отложен. И единственным решением, которое было принято по итогам заседания, это то, что парламентарии попросили иностранные государства продлить и усилить санкции против России. При этом из ЕС тут же пришла новость о том, что этот вопрос как раз пока будет отложен. Ольга Князева, Анна Заякина, Первый канал, Киев. Продолжение следует...